Первый уровень. Я буду рассказывать, что такое Agile, Scrum, Kanban. Очень кратко, очень неподробно, просто для того, чтобы вы могли сориентироваться потом по этим названиям в программе и знать, в какую сторону идти. Без подробностей, без деталей. Если вам сразу стало неинтересно, вы, например, гуру, или хотя бы на уровне достаточно подробном прочитали Википедию, все эти термины, вам здесь будет не очень интересно. Как говорил этот Шрек, я офишили над балком. Нет, в том смысле, если вы сейчас встанете и уйдете на более полезные для вас доклады, я только обрадуюсь, честно, не надо стесняться, это абсолютно нормально. Я для этого это и говорю. Это будет совсем быстро. Прям вот очень. Хорошо. Дальше по тексту. Итак, я уже всех напугал, остальные, значит, смотрите, это не моя ответственность. То, что вы ничего нового не услышите, хорошо? Я не собираюсь ничего нового рассказывать. Итак, поехали. Зачем нужен Agile? Я думаю, что… А, хотя не буду вас. Хотя патруль. Зачем нужен Agile? Если вот говорить в целом для индустрии, как таковой, кому он нужен? Что с его помощью мы делаем? Чего мы добиваемся? Сокращаем time to market. В принципе, да. Кому-нибудь что-нибудь дает? Клиент был доволен. Команда бодрилась. И давайте что-нибудь еще скажем. Хаосовый работник. Ну, в принципе, с моей точки зрения укладывается в понятие… Вы, наверное, не помните. А может, помните. Кто-то помнит, кто-то нет. Ускорение, демократизация и гласность. Если подгласность понимать, там, прозрачность какую-то. То есть всем должно быть все понятно. Мы должны работать быстрее. Демократизация и гласность. Почему быстрее? Я лучшее определение, чем этого, не видел. Это вот Майк Крайтон написал в книжке «Рой». Вы такую, не знаю, читали или нет. Там про нано-роботов, которые порабощают мир. Ну, в общем, там про программист на самом ли книжка. И он говорит, компания «Кремниевой долины» была самая жесткая конкуренция за всю историю планеты. Каждый день, каждый должен был работать по сотне часов в неделю. Постоянно приходилось гнать работу, чтобы не отстать от конкурентов. Время, отпущенное на разработку, постоянно урезалось. Сначала на разработку нового программного продукта или новой версии этого делалось 3 года. Потом этот срок сократили до 2 лет, потом до 18 месяцев. Теперь на это отводится 12 месяцев. Новую версию нужно выпускать каждый год. Ха-ха-ха, хотим мы сказать. Это было 10 лет назад. Потому что сейчас мы говорим, а почему бы не раз в 3 месяца? Даже такие гиганты, как Microsoft, говорят, что Visual Studio новая будет выпускаться раз в 3 месяца. Ну, какие-то апдейты выходить. Можете их подкачивать, устанавливать. И кто-то из компании, какой-нибудь там, Setup.ru в Скотч говорит, ха-ха-ха. Да, мы деливеримся каждый день, выкладываемся на продакшн, на все наши сервера раскатываем, на какой-нибудь Facebook или кто-нибудь такой. И наше приложение ничуть не проще, чем какой-нибудь интерпрайз достаточно высокого уровня с кучей всяких вот этих вот серверов с разным назначением, шаррингами и прочими вещами. Ну, а зачем, кому это все это нужно? Бизнесу. Бизнес хочет очень быстро. Желательно вчера. Ну, вчера ему не дают, но хорошо, завтра. Короче говоря, как можно, получается, что выигрывает тот, кто может сделать это очень быстро. Второе, на чем это основывается, это цикл дейминга. Предполагает, что если мы сначала планируем, делаем, проверяем, потом действуем на основании этой проверки, все получается более эффективно. Это старая картинка, странно, что некоторые смеются, она очень древняя. Ну, вот это вот как реальная компания. Мишка в жизни. Да. Вроде так должно быть, а в жизни вот так, хочется вот так. И вот это, я бы сказал, попытка вот в этом горизонте сдвинуться в этом направлении. Поэтому мы хотим, чтобы этот кружочек был маленький, чтобы мы пробовали какие-то маленькие эксперименты и двигались на их основе. Одна из самых популярных вещей, которая возникла в 96-м году, была описана первый раз, в 2001-м вышла первая книжка на эту тему, была методология Scrum. Поднимите руку, кто не знает, что такое Scrum. Слава богу, хоть один есть. Потому что раньше было наоборот. Каких-то жалких там 6 лет назад, там как бы 2-3 человека поднимало руку. Продак, бэклог, да, напоминаю просто. Спринт, бэклог, 2-4 недели мы делаем, добиваемся какого-то результата. Каждый день у нас то, что называется в Scrum Daily Scrum Meeting. Потом получается Potentially Shippable Product Increment. Не путать с Potentially Shittable Product Excrement. Ну то есть это действительно разные вещи, правда. На самом деле, если подумать, то практики Scrum, они довольно старые. Потому что когда мы в 2000-е, черт знает каком году, в 2006-2007 начинали говорить, что ребята, Scrum это круто, возникали такие олдскул чуваки с бородками, типа Слава Панкрату, говорили, это же все уже было, я когда был еще молодой, значит, мы все это делали. Да, все это давно уже делали. Scrum просто все берет в одну кучу, объединяет и получается что-то новое. Почему? Потому что инновация так устроена. Что такое инновация? Это вы берете все старое, объединяете в кучу и получается что-то новое. Айфон так же устроен. Да все, все, это просто объединение каких-то старых идей в одну классную, клевую, красивую оболочку. То же самое Scrum. Собственно, любое улучшение. Какая проблема у нас есть со Scrum? Выяснилось, что люди, которые сказали, что вот так работать клево, а ведь так работать клево, смотрите, через две недели результат, на который можно посмотреть. Заказчик доволен? Ну, как правило, кстати говоря, нет. Но у него есть два варианта. Либо он недоволен раз в две недели, но по чуть-чуть, либо в конце. Ну, очень сильно недоволен. И вот люди, вот как бы разумные, которые, кстати говоря, разумные, что значит разумные? Знаете, чем разумный человек? Это неразумно отличается. В данном случае разумное отличается тем, что он уже пробовал, по-другому у него не получилось. И он думает, давайте попробуем вот так вот. То есть он уже пробовал. Разумность его заключается, просто у него больше опыта. В этом смысле это просто означает какой-то вот рост зрелости, индустрии. И вот что получается? Люди так попробовали работать, у тебя да разумно. И, знаете, не получилось с первого раза. А почему? А потому что должно быть вот так вот. Вот есть разработчики, есть аналитики, есть заинтересованные лица. В чьей итерации надо сделать определенный объем работ так, чтобы каждый поучаствовал в создании каждого продукта. И это вот такая уровня движуха. Тех, кто не знает. То есть я еще раз покажу, потому что это весело. И вот они вот так бегают, бегают, бегают. Иногда бывает в некоторых ситуациях прям каждый участвует в создании каждого элемента вот этого продукта. Какой-то фичи, например. Или по два, по три человека. Ну, может быть, не так сильно утрижено, что прям вот. Но похоже, да, бывает в некоторых случаях. Правда ведь? И оказывается, что это не так-то просто. Это в баклог, это в продукт. И, собственно, получается, что возникает вопрос, а какие люди способны с этим справиться? И возникает вопрос, не вопрос, вернее, даже понятие, что нам нужна крутая команда, которая способна это сделать. Есть такое определение. Небольшая группа людей с дополняющими навыками, с общей целью, стремящейся лучше свою производить, не чувствуя ответственность по отношению друг к другу. Ну, вообще говоря, этого нет. Вообще говоря, есть ребята, которые, в принципе, любят покодить, любят пить кофе, любят общаться на технические темы, любят делать архитектуру, дизайн. Ну, да, правда ведь? Это же веселее, чем… Ну, я лично, например, не пошел в технический вуз не для того, чтобы трындеть на конференциях. Просто так получилось. То есть я хотел общаться не с людьми, а с компьютерами. Большинство инженеров так хотят. С железками им интереснее. Получается, вопрос основной. Вот было до, вот стало после. А как это сделать? Как превратить группу людей в команду? И вот тут раз цвело. Потому что как только у вас есть проблема, у вас есть возможность. Это, кстати говоря, почему наша страна – это страна возможностей. А что у меня не щелкает? Так, у меня проблема. А нет, щелкает. Вот. Защелкала, значит. Смотрите. Появилась концепция человека, который в скраме называется скраммастер. Скраммастер, который отвечает за то, чтобы его команда стала вот этой самой вот суперпроизводительной, суперкрутой командой. И выясняется, что есть целый набор методов, которые, естественно, в этом обзорном докладе я не собираюсь рассказывать. Сходите на соответствующие доклады. Останьтесь здесь. Здесь Аня, собственно говоря, скажет, как действовать этому скраммастеру, если вас этот вопрос интересует. Просто, чтобы вы понять и различали, скраммастер – обычный уровень команды, а agile coach – обычный уровень организации. Хотя некоторых организаций говорят, а у нас скраммастер сразу на три команды. А в организации четыре, например, команды. И начинает все путаться. Но, в принципе, идея такая, что они занимаются примерно одними и тем же. Но обычно agile coach работает с скраммастерами, скраммастера с командами. Но, в общем, на самом деле, на практике бывает абсолютно по-разному. И agile coach занимается тем, что делает команды более эффективными. Для этого у него существуют практики agile, скрамма, канбана. Что угодно он может делать. Он может их троллить, коучить, мучить, мотивировать. Не знаю. В общем, это Аня лучше знает, нам расскажет. Итак, что у нас есть? На самом деле, если подумать, то разработка – это не просто разработка. Это у вас есть некоторая цепочка от идей, которую потом надо проанализировать, спроектировать. Разработка сервисов и так далее. Вот это скрам. Да? А вот здесь что у нас? А вот здесь скрама нет. И возникает проблема. Потому что как только вы вот этой задачей справились, возникает вопрос – хорошо, а что делать дальше? И основная проблема тут такая. Что говорит скрамм? Скрамм говорит, что в скрамме все зависит от продактоунера. В скрамме требование определяет продактоунер. Просто есть некоторый волшебный чувак, продактоунер, который он вроде по идее знает. Проблема габа-чин, габа-чава. То есть, если у нас на вход мусор, на выход у нас тоже получается мусор, независимо от того, как классно ваши разработчики работают. И, собственно говоря, вопрос основной уже возникает у продактоунера. Ну хорошо, я продактоунер. Я, по идее, определяю требования. Но как их определить более эффективно? И возникает опять целая индустрия всяких вещей, которые открывают эту возможность. Это значит, возникает понятие продакт-тим, куда входят заинтересованные лица. Это уже нужно определить, кто входит, как с ними взаимодействовать и так далее. Это вот то, что вы сейчас пропускаете, сидя здесь, а не находясь на Джеффе Паттоне. Есть продактоунер, есть девтим. И вот на практике обычно это пересекающаяся вещь. То есть продактоунер, конечно, и в продуктовой команде, и в команде, которая занимается разработкой. Ну и обычно скрам тем называется, если это скрам. Есть некоторые девелоперы, которые являются частью продуктовой команды. Ну, например, более опытные или хотя бы тем, кому интересно поговорить про требования. Есть ребята, которым это вообще неинтересно. Пропокодить, которые вот совсем. Ну, может быть, неправильно, да? Что уж там. Есть понятие юзер-стори. Юзер-стори – это некоторое описание того, что нужно конечному пользователю, заказчику. В форме «как кто-нибудь, я хочу что-то для того, чтобы достичь чего-то». Это опять то, что вы пропускаете, находясь здесь. Вдруг появляется понятие персон. Оказывается, что… А зачем все это нужно? Зачем S-ху? Почему я не могу сказать «сделайте мне отчет?» Вот я хочу отчет. Почему я должен писать «как пользователь, я хочу увидеть остатки по своему счету для того, чтобы не впасть в овердрафт какой-нибудь, не знаю, что-нибудь такое. Зачем мне писать в этом формате? А, я хотел вас потроллить. Да, я вас потролли чуть-чуть. Как вы думаете, зачем это нужно? Я буду предполагать, что вы все-таки нубы. Да, тут есть вопрос ценности. Зачем это нужно? Вот эту штуку часто выкидывают, потому что она кажется какой-то излишней. А еще зачем? Еще раз. Да. Вот, супер. Одна из задач, которые люди ставили, которые придумали этот формат, заставить разработчика немножко встать на место конечного пользователя. Я уверен, что всем сидящим здесь это не нужно. Вы и так хорошо знаете своих пользователей. Но представьте себе, что есть компании, где люди не думают о своих конечных пользователях. Вот для них это все и придумали. Но этого, казалось, есть и недостаточно. Это более-менее достаточно, чтобы кто-нибудь, кто знает, что нужно конечным пользователям, смог рассказать это девелоперам. Но оказывается, что это абстракция. Никто не знает конечных пользователей. Начинает придумывать всякие штуки типа персон. Персон – это какое-то простое персонифицированное описание вашего конечного пользователя. Джефф Патт много об этом рассказывает. Там есть целая методология, как это делать. Но конечная идея, на самом деле, довольно простая. Конечный пользователь – это абстракция. Я не знаю, вы из заказной разработки или из продуктовой разработки. Для простоты продуктовую разработку возьмем. Ваш конечный пользователь – да неизвестно, кто это. Вот компания Parallels делает, например, виртуальные сервера, чтобы вы могли в Инду на своем маке запустить. Типичный пользователь их какой? Пользователь мака – это сколько ему лет? Какого он пола? Менеджер сведения звена. Ему подарили папу, он не умеет пользоваться, а потом еще пинг-приз был. Нет, оказалось, что… Извините, да? Я просто с ребятами справлялся, общался, они это исследовали. Оказалось, что типичный портрет их пользователя – это бабушка, которой внуки подарили макбук, только у нее есть программа, где она генеалогию своих далеких предков исследует. И она подвинет. И они такие, да ладно тебе бабушка, не парься, мы тебе все сделаем. Но она хочет, чтобы это работало так же. Для нее вот эти все системы виртуализации настроены. Ну, неважно. Короче говоря, оказывается, это все можно выяснить с помощью исследований, описать, и тогда просто меняется в корне представление, как дизайнить продукт. Это влияет миллионам именно мелких элементов на то, как делать продукт. И это достаточно важно. Потому что одно дело для менеджера делать среднего звена, другое дело для бабули. Согласны, что разные продукты получатся? Story mapping – это способ замэппить историю на некоторый user experience процесс. Не буду об этом подробно рассказывать. Я просто хочу еще раз веселую фотографию Джеффа Паттна, чтобы напомнить, что вы пропускаете. Итак, поехали дальше. Есть идея, анализ, проектирование, разработка, тестирование и релиз. Это скрам. Все понятно. Здесь мы это обсудили. Здесь еще проблема больших продуктов. Вот все это у вас одна команда. А если команд много, что делать? Ну, собственно говоря, занимаемся тремя направлениями. Java Scaling, Lean Thinking и Discipline Java Delivery, о которых будут так или иначе затрагиваться на этой конференции. Java Scaling, пример Spotify, просто картинка, которая позволяет все объяснить. Оказывается, что вы можете команды выделить отдельные, побить их на кланы. Оказывается, кланы могут друг с другом более-менее общаться. Кланы про какой-то конкретный кусок в продукте, делающий какую-то полезную функциональность. И мы восстанавливаем горизонтальную связь. Например, отдел может заниматься автомизацией тестирования или разработкой. Это функциональное разделение. Вот эти люди делают конкретную фичу, они сидят вместе в одной комнате. Например, отвечают за, как в Spotify, за проигрыватель. От начала до конца. То есть пользователь может попользоваться всеми фичами, которые они делают. Но может быть отдел конкретный. И разные другие способы как-то их горизонтально интегрируют. Например, вы можете взять по ключевому человеку, техническому человеку из каждой команды, объединив их, например, в архитектурную гильдию. Они так называют. Вы можете называть, как хотите, конечно. Эта гильдия будет собираться вместе и обсуждать проблемы архитектуры. То есть вы восстанавливаете такое безумное количество разных горизонтальных связей. Оказывается, что чем больше команда, которую вы строите, чем больше таких связей нужно. И это неприятная новость для большинства разработчиков. Потому что им приходится больше общаться. Это тот оверхед, то есть дополнительные накладные расходы, которые приходится платить за то, что вы работаете и делаете огромный продукт. То есть это такая не очень приятная новость. Но если так сделать, эффективность намного выше. Потому что вы не делаете ненужных вещей. Вернее, делаете их в меньшем количестве. Итак, это дальше. Что-то у меня здесь. Вот так выглядит простая вещь. Идея, анализ, проектирование, разработка, цитирование, релиз. Все логично. Нет. Потому что на практике все выглядит вот так. Вот так все выглядит. Причем в каждой организации по-своему. А почему? Это я тоже вас поспрашиваю. Скажите мне, почему так все по-разному в разных организациях? А почему оно вот разное? Потому что жизнь не такая. Жизнь? Да, да. Не мы такие, жизнь такая. В общем, да. Вот немножко. Оно вот это вот, разные примеры таких. Такие диаграммы, кстати, называются value stream map. Как это обычно происходит? Есть пользователь, есть разработчик. Вот вы представьте, вы в каком-нибудь пока еще не кровавом интерпразе. Вы вас наняли в небольшую компанию. Вы там, у вас есть пользователь, вы их по именам знаете. У вас там два человека или три. Вы к ним ходите, они вас чаем угощают пять часов. Я просто, будучи студентом, работал в такой компании. Мы в пять часов перечали. И они меня защищали. То есть, если мне на диплом писать, они говорили, что, моему начальнику говорили, что он сейчас что-то делает для нас. И, в общем, прикрывали меня по-всякому. У нас были прекрасные отношения. В какой-то момент тебе отношения начинают портиться. Какой момент? Ну, на самом деле, когда вы делаете лажу. Лажу вы начинаете делать рано или поздно по мере роста продукта. Вы просто перестаете ориентироваться. Они сами не знают, чего хотят. Они путаются. Их там много. Они хотят разного и так далее. И вы рано или поздно начнете делать лажу. И возникает какая-то идея, что давайте мы сделаем некоторый слив. То есть, у нас будет приемка, которая будет принимать результаты, которые потом пойдут на пользователя. Логично? Ну, спорить с этим бессмысленно. Ну, что происходит? Уже приемка, говорит, отстой. А эти, говорят, тоже отстой, потому что лучше-то не стало. Ну, может быть, стало, но не сильно лучше. И возникает, собственно, идея. Давайте мы добавим еще одну приемку, которая будет заниматься интеграционным тестированием. Продуктов все больше и больше. Что потом происходит? А они, говорят, уже где? Потому что сколько можно ждать? Посмотрите, это все дольше и дольше выкатывается. Но какой вывод сделает нормальный человек? Что-то мы туда пошли, да? Но в интерпрайзе делают вывод, что нужно еще один добавить почему-то уровень. Давайте добавим внутреннее тестирование, и они уже будут говорить, отстой, 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 где? И так далее. Все, что я хочу сказать. В интерпрайзе теперь нам нужно какой-то системный способ вернуться назад. Но такой более-менее разумный, чтобы не потерять то хорошего, что у нас здесь есть. Не факт, что оно есть, но потерять его нельзя. Это все понимают. Это, кстати, реальная история в одной компании. Лин Синкин. Не буду об этом подробно, опять-таки, почитайте. Это интересная тема. Нужно определить ценность для заказчика, определить поток ценности. Поток – это вот этот самый поток. Вот это и есть поток ценности. Вот это все поток. Вот это все поток. Поток ценности. Определить его. Создать его постоянным, то есть прозрачным, чтобы он не застревал нигде. Обычно это почему-то не застревает. Например, у вас документ на ревью где-нибудь застревает. И проводит там, например, две недели. Зачем он там проводит две недели? Нет, и никому не нужно. Но просто кто-то боится взять на себя ответственность. Давайте мы человека как-то простимулируем брать на себя ответственность. И можем это сократить и так далее. И мы постоянно поток улучшаем, устраняя тем самым потери. И тут важно командную работу наладить. Здесь мы двигаемся дальше. Компания IBM, я тут с IBM разговаривал, они шутят про себя так, что они ничего простого создать не могут. Когда у них возникает проблема, они сразу придумают очень сложное решение. И завтра товарищ из IBM расскажет про дисциплинат и Java Delivery. Их решение очень простое. Они говорят, вот есть скрам, а вот это все. Это дисциплинат и Java Delivery. Обычно люди говорят, слушайте, нам скрам не подходит, у нас есть темлиды. Они говорят, окей, в дисциплинат и Java Delivery есть темлиды. Нам скрам не подходит, у нас есть процесс инициации проекта. У нас тоже есть процесс инициации проекта. Они собрали все в одну кучу, но более-менее, что здорово, разумно это описали в принципе неплохой книжке. То есть если вы из такого жестокого краевого интерпрайза и вам лень ходить на конференции читать какое-то безумное количество книг, вот лучше эту купить. Там в одной книжке, она, правда, толстая, но написано более-менее все, что нужно знать краевому интерпрайзу, чтобы не запутаться. Краевый интерпрайз – это какой-нибудь крупный банк. Там будут ответы на все вопросы. Следующая вещь идет. Идея, анализ, проектирование, разработка, тестирование. Это скрам. Но возникает идея, слушайте, а почему здесь взяли и вот здесь сделали процесс, а вот этот процесс куда-то выкинули? Это несправедливо по отношению к этим кусочкам. Давайте мы их все объединим и добавим тоже на доску. И получился канбан, про который вам расскажет Ирошевский. Из Яндекса, как это вот его картинки я у него потерял. А давайте вот каждый элемент вот этой вот цепочки вот сюда и выложим. У нас задачки будут проходить по всему циклу, вот так, чик-чик-чик, от начала до конца. И тогда мы будем контролировать весь процесс. В канбане там есть всякие прикольные штуки, типа всякие графики, которые можно строить. То есть канбан – это не просто доска. Но очень часто, ну, прежде всего, в любом случае, вокруг такой доски. Ее можно видеть в электронной форме или в такой форме, вот они прочитают такую, такой old school, такую форму. Ну, в принципе, это не обязательно. Как все это примерно выглядит? У вас есть, это пример такой доски, вы можете свою сделать за другими там элементами. Цели, истории какие-то. Вот мы тут создаем акцептанские, приемочные критерии к ним. Разработка, тестирование, деплоим и данные. Это все вот так вот тихонечко слева направо ползет. Мы определяем working progress. Мы говорим, что вот здесь не может быть больше, чем три элемента. Здесь не больше, чем пять. Для того, чтобы ничего не застревало. Если что-то застревает, мы придумаем, как решить эту проблему. Следующий вопрос, что делать в стартапах? Оказывается, в стартапах все по-другому. В чем разница стартапа? Кстати, давайте я вас спрошу, в чем разница стартапа? Чем стартап, почему нельзя просто дети скрамы используют в стартапе? Или канбан? Нет, я понимаю, что можно, но основная проблема стартапа какая? Меньше людей, погибче процессы. А насколько гибче процессы? Насколько гибче? Не знаю точно, что нужно делать. Не знаю. Высокая доля. А есть люди из стартапов? Поднимите просто руки. Некоторые очень скромно подняли руки. Это не стыдно, это модно. Не знаю, нет определения стартапов. Все это понимают, но никто не может определить. То есть я уже пять лет работаю в прогрессивном стартапе. Звучит странно, да. Но спорить с этим тяжело иногда. В стартапе основная проблема в том, что, ну да, проблема в том, что они не знают, что они делают. Особенно, когда стартап молодой. Иногда они знают, что они делают, минут пять. Потом они что-то пробуют, выясняют, что они делают не то. Короче говоря, вот это вот время от момента, когда они знают, до момента, когда они не знают, оно очень короткое. Какое-то время с этим пытались бороться, а потом это начали использовать. Придумали методологию, которая называется Lean Startup. Основная идея такая. Мы сначала придумаем Problem Solution Fit. У нас есть проблема. Проблема не наша, а конечному пользователю. Например, вы занимаетесь созданием автоматизированного сайта в одной кнопке. Зачем это нужно конечному пользователю? Вы говорите, а знаете, люди, которые придумывают какую-то проблему пользователю. Вы выясняете, подходит ли ваше решение этим пользователям. Вы говорите, а наша система создания, развертывания сайтов будет обладать вот такой-то конкретной штукой. И это позволит нам захватить вот такую-то часть вот таких вот людей. Говорите вы себе. А откуда вы это знаете? А давайте проверим. И мы начинаем у них спрашивать. И выясняется, например, что у нас есть Problem Solution Fit. И мы идем дальше на Product Market Fit. А рынку-то это нужно. Мы делаем какую-нибудь штуку, которая называется MVP. Minimum Viable Product. Маленький такой продукт, который можно попробовать на этом рынке. Самый простой продукт, который можно попробовать, вы можете просто сделать лендинг пейдж, нагнать туда кучу трафика и посмотреть конверсию. Люди оставляют свои e-mail или нет. Вы, наверное, видели такие? Нет странички? Заходите, там написано. Офигенный крутой продукт, значит. Нажмите кнопку и получите его. Нажимаете кнопку там. Но вы знаете, он скоро будет. Оставьте свой e-mail. Вот что они делают? Они проверяют, вам это вообще интересно или нет. Потому что если выяснить, что никому не интересно, они просто тему закроют и потратят на это всего два дня. А не шесть месяцев. Разницу чувствуете? То есть нужно очень быстро крутиться. И вот эта штука очень маленькое время занимает. И так они вот так вот крутятся, 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 крутятся. В какой-то момент. Ух ты, получается. Давайте двигаться дальше. И вот дальше уже scale. Scale это уже не стартап скорее. Это уже все бизнес строим. Лендинг стартапа это еще идея, которую мы билдим, строим продукт, измеряем, тут важные метрики, конверсию, acquisition, referral. В общем-то куча метрик, про которые, если вам интересно, ходите на лендинг стартап метап, который будет вот в той сессии. Послушайте, кстати, я стартапер в эту раз очень приглашаю сходить. Его будет вести сам лично. Лично. Сам. Сами знаете кто. Поэтому рекомендую сходить. Получаем данные, изучаем и двигаемся дальше. Замечательная идея анализ, проектирование, разработка, экстернер-лист, на самом деле это не все. Потому что есть еще operations, про которые все обычно называют. И operations тоже надо очень быстро. Потому что за какое время вы способны пофиксить баг, который есть у конечного пользователя? Сколько время это занимает? Надо вчера. А за сколько вы это делаете? Зависит баг. А надо вчера. Ну хорошо, сколько? Допустим, 5 минут. Нормально? Больше? 10? 10. Я бы сейчас вставил. Короче, надо быстро. В этом идея девопсов. Поставка продукции с коротким циклом. То есть быстрые фиксы, которые мы быстро поставляем заказчику. В обратной связи, которая тесно вовлечена разработчиками садмина. Сходите на девопс сессии, которая есть тоже у нас в программе, если вам это интересно. Раннее вовлечение садмина в разработку. Общая команда разработки и администрирования. Полный континьюнс игры, вплоть до боевых серверов. Это основная идея. А как конкретно это делается? Коуча там подводных камней, куча сложностей, куча проблем и возможностей. Там, собственно, есть. В принципе, тоже лин. То есть понять систему, выстроить поток, организовать обратную связь, искать пути постоянного улучшения. Следующая вещь, наверное, последняя, о которой я хотел рассказать. А может не последняя, не помню уже. Сейчас увидим. Континьюнс деливери. Собственно, как этот процесс обеспечить? Представьте, у вас там мульон серверов. В принципе, вы хотели бы, чтобы все было работало по кнопочке. И вы настраиваете автоматическое развертывание продукта на любой среде с нуля до полной работоспособности. Полностью автоматизированный тестирование, включая в продакшене. Потому что данные, к сожалению, у вас на машине, тестовые машины, могут сильно отличаться от данных в продакшене. Правда ведь? Вы выкатываете, все начинает падать. И тестировать на продакшене иногда бывает тоже разумно. Доступный, понятно, для всех членов команды мониторинг в любой среде. Система быстрого реагирования, мониторинг и так далее. Это тоже целая система понятий. Если вы инженеры, интересуетесь такими вещами, там реально очень клево. Мне нравится на это смотреть. Даже там куча всяких огоньков, все красненькое, подсвечивается, всякие графики. Ну, реально, выглядит офигенно. Пропущу. Значит, последнее, о чем я хотел сказать. Это совсем будущее. Вот это наше будущее, я подозреваю. Помните, мы там говорили про демократизацию, вообще общую гуманизацию разработки. На вопросы стали смотреть ширше, чем это было в дни моей молодости в Люксофте. Мы постепенно отходим от вот этих патагонных фабрик. Раньше считалось, что разработка – это фабрика. Нужно людей, как Макс говорит, подротировать, чтобы они эффективнее работали и так далее. То есть мы от этого отходим. Вроде как надо быть более добрым, когда люди к тебе потянутся. Вроде да. С другой стороны, что это на практике означает? Одна из интересных идей, которую хочется поковырять, называется геймификация. Даже Элистер Коберн говорил, что software development is cooperative game. Это такая совместная игра. Есть всякие идеи, связанные с ревордами, которые мы можем предоставлять. Но реворды – это награды. Вот тут я это пропущу, но основные идеи расскажу. Вот, например, представьте, вы такие работаете в последней Visual Studio, что-то кодите вдруг раз, achievement unlocked, interrupting call. Потом вы такие, оба-на, а у вас есть лидерборд. И есть у кого-то, кто больше всех ачивок раздобыл в Visual Studio по каких-то. А что эти ачивки дают? Да вы просто знаете лучше вашу Visual Studio, вашу среду, с которой вы работаете. Это может быть плохо? Да нет, почему нет? Это может ускорить вашу работу. А вдруг оказывается, что некоторые люди начинают за ними охотиться, и в итоге их продуктивность увеличивается. Почему это плохо? Почему бы это не использовать? У них вот шесть категорий ачивментов. И есть Continuous Integration Game плагин, например, для… Блин, забыл, чего. Хатсона, по-моему. Дженкинсон, Дженкинсон. А там очень простые вещи. Тебе дают минус 10 поинтов, если ты билд сломал, когда выложил. Ноль поинтов за то, что ты… Ноль поинтов, ты ничего не получишь, если билд уже был сломан, а ты задеплоил. Плюс поинт дают за то, что ты билд без фейлоров, минус один для каждый провальный тест, и плюс один поинт за каждый новый тест, который у тебя прошел. И всякие, вот смотрите, спиро у нас 45, кто там в минус уже залез. Движуха, игра, интерес, соревнования. Будет ли это плохо? А я вот не знаю. Вот, наверное, тогда будет плохо, да, когда начинают на основании этого организационные выводы делать. Но пока это игра, это просто веселуха-движуха и добавляет фана в игру. Значит, смотрите, что хочу рассказать про геймификацию. У нас завтра будет пример, как конкретно Владимир Завертаев сделал это в далеком Барнауле. Где не жалко. Людей можно экспериментировать совершенно спокойно. А потом, значит, Макс Коробцев расскажет, вернее так, проведет воркшоп. И это уже клево, потому что это генерация нового знания. Мы с вами попробуем побрейнштормить новые идеи. Как геймификацию. Наскажу, что такое геймификация во всем их теоретическом нагарвазе. Как геймификацию можно попробовать конкретно у вас для того, чтобы повысить общую гуманизацию. Или не знаю, какие уж там бизнес-цели вы для себя ставите для этого. И может быть, кто-нибудь попробует это сделать у себя в команде. Это на следующей конференции. Вы расскажете, как это было клево или не клево. То есть это вот генерация нового знания. Это круто. То есть этого никто по-настоящему серьезно еще и пока не делает в мире. Всем спасибо. Передаю слово следующему оратору.